Состояние Джеффа Безоса, основателя компании Амазон, превысило 100 миллиардов долларов и он стал самым богатым человеком мира. Здравствуйте, меня зовут Александр Ванов и в этом видео мы с вами поговорим о связи этой новости с акциями Амазон и о том, чем акции Амазон напоминают пузырь. Поговорим о компании Амазон. Как же Безос стал самым богатым человеком мира? Все просто, он владеет 16% этой компании, примерно шестой частью, сама компания стоит более 600 миллиардов долларов и поэтому шестая часть дает ему состояние 100 миллиардов долларов и первое место в списке Forbes он обогнал даже таких знаменитых людей, как Уоррен Баффет и Билл Гейтс. В компании Амазон, основанной в 1994 году, работает более полумиллиона сотрудников. Акции компании Амазон, которые нас в первую очередь интересуют как инвесторов, вкладывать ли в них деньги или нет, достигли цены в 1300 долларов. Таким образом, за последние 5 лет они выросли более чем в 6 раз. Когда-то они стоили 200 долларов и даже дешевле. Что же не так с акциями компании Амазон? Дело в том, что капитализация компании составляет 632 миллиарда долларов. Но давайте посмотрим на это как на бизнес. Напомню, что покупая акцию компании, мы покупаем долю в бизнесе. При стоимости этого бизнеса в 632 миллиарда, он генерирует всего лишь 2 миллиарда долларов прибыли в год. В 2016-м 2,3 это было. В 2015-м это было всего лишь 0,6. В 2014-м году компания вовсе была убыточной. За первые три квартала 2017-го года они заработали чуть больше 1 миллиарда. Даже если у них будет супер удачный четвертый квартал, ну заработают они 2 миллиарда по итогам 2017-го года. Такие вот показатели, которые мы скоро узнаем. В любом случае, обратите внимание, что компания стоимостью 600 зарабатывает всего лишь 2 миллиарда в год. Если вы купите такую компанию целиком, представьте, она будет у вас окупаться 300 лет. Итак, какие мы можем сделать выводы по компании Амазон? Акции компании выглядят сильно переоцененными. Текущая цена почти 1300 долларов. Капитализация при такой цене акций 600 миллиардов, но она зарабатывает прибылью, живыми деньгами, лишь 2,3 миллиарда долларов. Дивиденды по этим акциям не начисляются. Это не акции Apple, это не акции Сбербанка, которые вы можете держать и получать дивиденды. Здесь вы держите акции, ничего не получаете, только надеетесь на то, что они вырастут в цене. Это, конечно, вряд ли повлечет мгновенное падение акций. Почему? Потому что посмотрите на какую-нибудь убыточную компанию Tesla. Вообще не то, что не зарабатывает, теряет деньги, но при этом несколько лет у них акции растут. Но принимайте этого внимания при инвестировании в акции американских компаний. Помните, что пузыри могут расти и существовать очень долго, но рано или поздно они схлопываются. Таким образом, акции компании Amazon, на мой взгляд, выглядят крайне сомнительной инвестиционной возможностью. Проверим мои прогнозы спустя 1, 2, 3 года. У меня в данный момент в портфеле их нет. Ну и выводы перед вашими глазами. Если вам интересны какие-то более надежные вложения, посмотрите видео, которое сейчас появится на вашем экране об акциях Apple, которые с момента записи того самого видео выросли на 16%. Ну а я благодарю вас за внимание, желаю вам успешных инвестиций. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк под этим видео и написать в комментариях, что вы думаете об акциях Amazon или какие еще видео вы хотите увидеть на канале. Большое спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...